Вице-министр цифрового развития Асхату Разбек назвал регионы самым худшим интернетом в стране, а также сообщил, как будут решать эту проблему. Он признал, что есть трудности с интернетом в селах Восточно-Казахстанской области. По словам депутатов, там казахстанцев пугают СМС-сообщение «Добро пожаловать в Китай». Чиновники полагают, что в эти регионы и отдаленные села интернет будут доводить негеостационарными спутниками связи. Спрос на спутниковый широкополосный интернет в Казахстане большой, ведь на большей части страны недоступна даже обычная голосовая связь. А наш сосед Китай быстрыми темпами разворачивает сети связи 5G рядом с нами в Синьцзань-Уйгурском автономном районе и разрабатывает ускоренными темпами даже 6G. В этой связи депутат Саиров пожаловался на плохой интернет в селах ВКО рядом с Китаем. Также мажористмен рассказал об СМС-сообщениях, которые пугают местных жителей. В Тарбогатайском и Зайсанском районах ВКО на сотовый телефон жителей приходит сообщение «Добро пожаловать в Китай». Они оказывают морально-психологическое давление на жителей сел, полагает мажористмен. Кроме того, парламентарий посетовал на отсутствие интернета в ряде сел упомянутых районов. Чиновники признались, что проблема существует. Как раз таки в Восточно-Казахстанской области и Карагандинской области. Потому что здесь в Карагандинской области казахский мелкосопочник, частью Активинской области захватывает. Очень сложно доводить интернет с помощью радиорелинных линий связи, потому что там сложный рельеф. И то же самое в Восточно-Казахстанской области. Такая ситуация. Но там горы, вы сами понимаете. Но почему же в Казахстане плохой интернет? Неужели все упирается в рельеф? Как признавался министр цифрового развития Мусин, во-первых, у нас нет жестких законодательных требований по качеству интернета. Во-вторых, 90% сетей телекоммуникаций основаны на радиолинейной линии и по воздушным каналам связи. Кроме этого, установлены низкие штрафы за услуги телекоммуникационных операторов. Но как же решить проблему? Чиновники полагают, что в регионы и отдаленные села интернет будут доводить не геостационарными спутниками связи. Вот те села, о которых я говорил, скорее всего мы туда дойдем не геостационарными спутниками связи. Ну вы знаете, на слуху у вас это OneWeb, Starlink, сейчас это все современно, классно, круто. Но помимо того, что это круто и современно, для нас это своевременно. То есть эти спутниковые группировки позволят нам доставить качественный интернет в удаленные районы. О чем говорит чиновник? OneWeb – это британская корпорация, которая реализует проект взаимосвязанной системы спутников, предназначенных для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Компания OneWeb является конкурентом еще одной спутниковой группировки проекта Starlink, которая реализует компания американского бизнесмена Илона Маска. Если для проводного доступа нужно тянуть дорогой оптоволоконный кабель, то здесь необходимо лишь установить тарелку для приема сигнала. Надежность интернета из космоса высока. В случае выхода из строя одного спутника его подстрахуют другие. Важным недостатком такого типа связей является низкая по сравнению с проводным интернетом скорость и высокая задержка. Бауржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.